Актрис Актрис В 15 лет Луиза бросила школу и уехала в Нью-Йорк со своим учителем танца. Начинала в 1922 году как стажерка в труппе танцора Дени Шона, занимавшейся постановками современного танца. Одной из ее партнер была Марта Грэм, ставшая подругой Брукс на всю жизнь. Я училась играть, глядя как танцует Марта Грэм, позже говорила Брукс в интервью Кевину Браун-Лоу. А двигаться в кадре я училась, глядя на Чаплина. В 1924 году Брукс уволили. В 1925 успешно прошла кинопроба и получила эпизодическую роль в фильме «Улица забытых людей». Уже в следующей картине «Американская Венера» ее роль была более значительной. В 1928 году снялась в фильме Горда Хоукса «Девушка в каждом порту», получившего признание в Европе лишь после этого ставшего известным в США. Жорж Садуль писал, что благодаря этому фильму зрителям открылась чарующая личность Луиза Брукса, незабываемая женственность ее гибкого, как лиана, тела и густых черных волос. Вершина ее карьеры была роль Лулу в фильме «Ящик Пандоры» в одноименной драме Гедеркинда. Она играла также в следующем фильме «Папста. Дневник падшей женщины» в 1929 году. Перестала сниматься в 1938 году и зарабатывала на жизнь, танцуя в ночных клубах. Занималась живописью литературы и написала автобиографию. В 1976 году снялась в документальном фильме «Воспоминания о Берлине», в 1984 в документальном фильме «Лулу в Берлине». С 1926 по 1928 год была замужем за режиссером Альбертом Сазерлендом. Умерла в возрасте 78 лет, 8 августа 1985 года. Образ Луизы Брукс вдохновил Биоя Кассариса на создание образа Фаустины в романе «Изобретение Морелли». Брукс и ее фильмы были заново открыты во Франции в 1960-х годах режиссерами «Новой волны». Документальный фильм «Лулу в Берлине» в 1984 году о работе актрисы с «Папстом» снял Ричард Ликок. Статью о ней написал влиятельный британский театральный критик Кеннет Тайнен. В документальном биографическом фильме «Луиза Брукс в поисках Лулу» 1990 года текст читала Ширли Макклеев. Образ Луизы Брукс и его характерная стрижка не раз использовались в кино и комиксах. Ее образ стал эротическим символом эпохи немого кино. Ну вот так, вкратце, из переводной википедии о американской танцовщице модели актрисы немого кино «Луиза Брукс». Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok